Всем доброго дня! Пока конвертируется презентация, я хотел бы остановиться немного о том, что нам предстоит увидеть вообще в логике Skyworld Community в этом году. Расскажу непосредственно про направления, которыми я занимаюсь, которые я координирую. И многие из вас помнят, что в декабре 2021 года мы запустили первую тестовую версию для закрытой группы, так скажем, тестировщиков платформы адаптации и обучения Skyworld Community. Рабочее название сейчас высшая лига, и таким образом мы протестировали вообще, что необходимо добавить, как необходимо улучшить, еще до формирования отдела методологии Skyworld Community. То есть у Skyworld Community есть совершенно уникальный, мощный отдел, состоящий из нескольких методологов. Пока что мы не держим в штате много методологов, но я думаю, что при мультиэкспертности платформы адаптации и обучения мы будем расширять этот штат. Пока что у нас охвачено русскоязычное направление и иностранное направление, и по иностранному направлению, естественно, мы будем все создавать с учетом менталитета. Потому что предыдущие исследования рынка, исследования аудитории показали, что в принципе совершение инвестиции нашими партнерами в разных странах, оно имеет совершенно различную мотивацию. Например, многие из вас знают и видят, с каким рвением совершают инвестицию вьетнамцы сейчас, и у них своя мотивация к совершению инвестиции. Это непосредственно приверженность к технологии в логике благодарности создателю технологии и полной уверенности, что технология Unisky Stream Technologies может спасти и экологию страны вьетнамцев, и также непосредственно экономику расширить, упрочнить, улучшить. Поэтому, естественно, помогает активность по поводу коммерческих будущих проектов. Эту область ведут Франтишек, Солар, Владимир Маслов. На данный момент они находятся во Вьетнаме. Но я на своих вебинарах освещаю только те вещи, которые имеют конкретную законченность и конкретное применение к тому, что будет реализовано прямо в ближайшее время. Я могу сказать, что по платформе адаптации обучения, в принципе, не думайте, что мы как-то остановились, просто не будет показано никаких концептов и так далее, их достаточно много. В будущем координатор, куратор этого направления, Яна зовут этого человека, будет представлять в виде презентации вообще, что ожидает вас на платформе. Но, поверьте мне на слово, применяется фактически весь возможный потенциал и консультантов по технологии, по продукту я имею в виду. То есть у нас в рабочей группе находится ряд ребят, которые давно уже находятся в проекте. И, естественно, они понимают, как продавать технологию в логике привлечения инвестиций, то есть через схему конвертируемый займ. И здесь я могу сказать, что будет несколько ступеней обучения. То есть первая ступень обучения, она будет вообще минимальная, то есть это будет непосредственно предобучение. И далее вы будете переходить на базовый уровень. Цель предобучения будет заключаться в том, чтобы, в принципе, ответить на все вопросы необходимые, которые имеются и которые всплывают в голове у стандартного, обычного аватара, то есть именно целевой аудитории, персонажа в виде нашего потенциального партнера. Сейчас мы это все прорабатываем активно. И я думаю, что многие из вас будут довольны, удовлетворены этим продуктом. И это поможет, соответственно, уже непосредственно ускорять возможность привлечения инвестиций, даже без помощи вашего спонсора, кто приглашает в проект, кто дает информацию. И для нас это также одновременно подготовительная работа для того, чтобы выстраивать отдел продаж и для того, чтобы еще обеспечивать плацдарм для привлечения инвестиций в логике формирования классической системы продаж и в системе таргетированной рекламы, по системе лидогенерации на иных источниках отдел продаж будет работать непосредственно уже с теми заявками, которые так или иначе по какой-то причине партнеры не смогли, либо не захотели обработать. И это, могу сказать, даст нам дополнительный результат, который сейчас мы упускаем. Вообще мы, как Skyworld Community, на самом деле в этом году ищем именно точки роста. И еще дополнительной точкой роста я вижу формирование новой модели сообщества в логике Skyworld Community. То есть я могу сказать, что Skyworld Community пережили разные кризисные явления и на территории Российской Федерации, несмотря на то, что в принципе у нас первые инвестиции это огромная благодарность именно русскоговорящим инвесторам давали русские. Я себя помню, что в принципе как бы только реинвестировал, то есть за себя я могу сказать, потому что это мои решения, мои действия. И не выводил долгое время вообще ничего извне, из личного кабинета, только реинвестиции, потому что, конечно же, таких условий, как дисконт один к полуторам тысячам, сейчас они не повторятся никогда. Возможно, они будут по другим направлениям, но это будет уже другая история, потому что сейчас мы развиваем именно направление, создаем логику финансирования и привносим огромный вклад в направление новой транспортной инфраструктурной отрасли, которая развивается с абсолютного нуля. И я могу сказать, что, естественно, немного вообще в мире таких шансов для того, чтобы поучаствовать в формировании логики зародыша новых транспортно-инфраструктурных комплексов, новых технологий, которые в будущем будут окружать повсеместно каждого живущего на планете Земля. Это в перспективе и в идеальной картине мира. Ну, как минимум, несколько стран, либо ряд континентов примут эту технологию, и мы за 2021-2022 год во время функционирования Экспо-2020 и во время проведенных Экофестов видели огромный интерес, огромное количество делегаций, и пусть, естественно, не кажется, что эти делегации приезжают зачем-то, что-то там посмотрели, уехали. Нет, каждая делегация приезжает с конкретной целью для обсуждения уже потенциального применения технологии Unitsky Stream Technologies в логике коммерческих проектов. И такой открытости вообще, в принципе, у проекта я не встречал, потому что я анализировал многие IPO, я анализировал истории компаний, и именно таких обещаний, достаточно мощных обещаний. И Анатолий Эдуардович в первую очередь как основатель технологии говорит, что в первую очередь необходимо выполнить все обязательства перед инвесторами, естественно, он об этом всегда помнит, но я не помню в компаниях, что высказывали такие фразы и так сильно заботились об инвесторах. Я не помню в таких компаниях, как Tesla, например, на стадии ранних инвестиций, что совершались обратные выкупы, например, наоборот, компания только аккумулировала средства, другие компании, такие вот как Tesla, Apple, и на ранних стадиях вообще даже обратных выкупов не было. А это создание таких вот локальных отраслей, это не реализация транспорта, инфраструктуры с полного нуля, и таких прецедентов на самом деле не было. Как я сказал, новой точкой роста я лично вижу это формирование нового поколения сообщества. Для того, чтобы его сформировать, мы как Skyworld Community должны разработать и применить новые механики взаимодействия. То есть сейчас, например, многие из вас, когда только-только входили в пространство Skyworld Community, только узнавали о технологиях, узнавали это из какого-то спектра разрозненных материалов, и это не было структурировано. Структуризацией будет являться как раз-таки вот система предобучения на платформе обучения, адаптации Skyworld Community. Но не только. Также мы будем создавать системы пространства коммуникации для того, чтобы каждому статусу, каждой роли, начиная от партнера, который думает присоединиться или нет к проекту, и заканчивая уже высшими статусами, то есть экспертами, топ-экспертами, все это будет подразумеваться для того, чтобы человек именно доходил до результата. То есть в качестве партнера минимальный результат – это совершение инвестиций. В качестве уже человека, который совершил инвестиции и желает развивать проект через партнерскую программу, это уже достижение статуса инвест-консультант. И так далее, и тому подобное. Выше, быстрее, сильнее. В этом будет помогать также система наставничества. И наставники будут вас продвигать по курсу продвижения, роста компетенции на платформе адаптации обучения. Вы не просто там сами будете учиться. Далее уже будут подключаться и менторы, и всю эту систему мы сейчас готовим. На самом деле, если бы мы планировали работать даже еще максимум года два, мы бы не задумывались об этом. Здесь именно закладывается фундамент системы образующих факторов на десятилетия. Для того, чтобы далее, уже при этой готовой системе, мы с легкостью и без всякого труда запускали совершенно отдельные продукты. Несмотря на то, что презентация сегодня не хочет загружаться, я хотел бы пробежаться по новостям, которые у нас произошли. И специфика моих вебинаров заключается в том, что я никогда не высасываю из пальца и никогда стараюсь не приукрашивать никакие факты. И даже вещи, которые сейчас хотя бы не в разработке, не в статусе именно формирования конкретного продукта, если вот говорить, например, про систему адаптации обучения, тоже об этом не говорю. Многие из вас увидели ролики про посещение центров Шарже вьетнамцев. И на самом деле здесь также синхронно происходило обсуждение потенциальных коммерческих проектов со стороны Вьетнама. И я вам приведу также пример параллельной работы по направлению коммерческих адресных проектов, которая была инициирована нашими партнерами из SkyWorld Community. И хотел бы разобрать в том числе немного даже работу над ошибками. Потому что на самом деле, вот, кстати, презентация загрузилась, нам еще предстоит учиться и учиться для того, чтобы правильно даже формировать обычный потенциальный контакт заказчика на адресный проект. Я вам приведу пример, к примеру, делегации с Кыргызстана. И хотел бы, чтобы все понимали, что было сделано правильно, что было сделано в другой логике и можно было улучшить. На самом деле, огромная предварительная работа была проделана именно нашими коллегами, партнерами, по телу Исмаилова и вся ее команда. И эта страна работает именно на потоке лидогенерации. Если бы мы не организовали этот ресурс, то, возможно, и этой встречи не было бы. И вначале была проведена встреча в совокупности с телемостом с Unisky Stream Technologies, с руководителем именно отдела проектов Unisky Stream Technologies и одного из высших чиновников Кыргызстана. Эта встреча увенчалась успехом, поэтому депутат Кыргызского парламента далее посетила Марину Горку, пообщалась непосредственно с Анатолием Эдуардовичем Юницким. Я могу сказать, что вначале был определенный скепсис, такой серьезный, но после посещения Минска и Мариной Горки все сомнения отпали, потому что там только конкретика, и все инженеры, все конструктора, все проектанты находятся в рабочем режиме. Это абсолютно никак не подстроить, даже если бы очень хотелось бы, но, так скажем, правды не утаишь, как и лжи. И депутат Кыргызского парламента увидела действительно очень мощный задел, научный потенциал, современнейшее оборудование, ну и самое главное, уже продемонстрированные транспортно-инфраструктурные комплексы в виде нескольких трасс, я бы сказал, многочисленных трасс. Далее депутат Кыргызского парламента уехала обратно в Кыргызстан, и там, по всей видимости, был сделан доклад для того, чтобы показать результаты посещения Мариной Горки и Экотехнопарка. После этого произошло следующее событие, и здесь талант Мамытов и прочие депутаты, представители госорганов, бизнес-ассоциаций, в том числе Совет по развитию бизнеса и предпринимательства, что является площадкой для достаточно плодотворного диалога между государственными органами и предпринимателями, все уже собрались на отдельной встрече, которая освещалась и в СМИ, и здесь обсуждались именно те проекты, которые могут стать триггером роста для экономики Кыргызстана. То есть в ходе мероприятия была представлена информация о деятельности и дальнейших планах Совета, какие-то рабочие вопросы были обсуждены. И депутат Шарапаткан Мажитова, который ознакомился ранее с деятельностью компании Unisky Stream Technologies, сказала, что данная компания предлагает инновационные технологии строительства струнных дорог, которые решили бы проблемы города. И здесь я хотел бы приложить непосредственно цитату этого представителя власти, что если бы удалось реализовать проект по строительству струнных дорог в городе и на других межрайонных трассах, то добились бы уменьшения количества автоаварий и решили бы вопрос абсолютно с автомобильными пробками. Тем самым увеличилось бы количество туристов, посещающих страну, значительно бы улучшилась инфраструктура. То есть это говорит о том, что обсуждались проекты как туристического применения, так и грузового применения, так и, в принципе, формирование новых логистических путей, решение проблем перевалов через горы, решение проблем связи отдаленных районов, то есть краев Кыргызстана, так скажем, например, это не решить с помощью традиционных транспортных решений, потому что серпантины необходимо будет строить и железные дороги, они являются несколько более дорогостоящими в цене. Поэтому была рассмотрена технология струнного транспорта, и здесь я уже понимаю такой термин как методология, действительно было все выстроено абсолютно методологично, пошагово. То есть если выстроено пошагово, то это можно оцифровать, это можно упаковать в целую систему, в том числе в будущем, я думаю, с помощью наших методологов мы будем упаковывать процесс доведения информации, там будут все шаблоны презентации, как правильно презентовать, что говорить, что не говорить, как, в каком случае уже организовывать телемост с Unisky Stream Technologies, а до этого момента связываться с отделом адресных проектов SkyWorld Community и передавать уже успешный, абсолютно доработанный контакт. Что значит доработанный? Это что уже будет создана некая рабочая группа по коммерческому проекту в Unisky Stream Technologies, то есть на этом работа SkyWorld Community при взаимодействии с коммерческими адресными проектами закончена. И здесь я еще раз выражаю благодарность всей команде, которая совершила такую активность буквально чуть больше месяца и все эти события произошли. Более того, когда на бизнес-совете обсуждалось строительство струнных дорог в Кыргызстане, также выступал и отвечал на вопросы сам Анатолий Эдуардович Unisky. Вы понимаете, что Анатолий Эдуардович выступает и отвечает на вопросы только при уже высших стадиях достижения договоренности потенциальных и при необходимости участия основателя компании, так как ведется обсуждение на высшем правительственном уровне. Но были допущены определенные ошибки нашими партнерами. Я хотел бы предупредить следующее подобное действие, которое несомненно будут совершать другие наши партнеры. Нельзя говорить, что встреча проводится от… или технологии строятся, реализуются от имени Skyworld Community. Мы как Skyworld Community не стоим, не реализуем технологии. У нас в плане IT есть максимум свой отдел. У нас нет проектировщиков, у нас нет дизайнеров, которые создают подвижные составы. И это абсолютно не наша сфера деятельности. Сфера деятельности Skyworld Community – это привлечение инвестиций. И это, собственно, направление социально-финансовое именно. Использование социального капитала для монетизации активов, технологий, в которую мы инвестируем. Поэтому здесь абсолютно неправильно, я не знаю, исказили ли это журналисты, либо так была преподнесена информация, что проект, предложенный компанией Skyworld Community, был представлен. Ну и потом, естественно, когда уже говорится об выступлении Анатолия Эдуардовича Юницкого, человек, который не в глубине проекта, он может просто не допонять, спутать и начать разносить неправильную информацию, что, к примеру, Анатолий Эдуардович Юницкий имеет какое-то отношение к Skyworld Community. А Анатолий Эдуардович Юницкий имеет отношение только к Unitsky Stream Technologies. Поэтому здесь необходимо четко разграничивать две роли. Научно-производственную конструкторскую деятельность и строительство, и инвестиционную социально-финансовую деятельность. Это две совершенно разграниченные деятельности. Поэтому, естественно, при формировании методологии донесения информации и передачи уже проработанного контакта в Unitsky Stream Technologies мы будем это учитывать. Пожалуйста, поставьте от 1 до 10, понятно ли это предупреждение. То есть еще многие будут, я думаю, общаться по коммерческим адресным проектам. И, естественно, это нужно учитывать, потому что это вредит нашей репутации. Мы, как SkyWorld Community, прилагаем сейчас большое количество усилий для отстраивания репутации. И я могу вам сказать, что в ближайшее время будет создан, расширен уже такой официальный пиар-отдел. И SkyWorld Community постепенно будет представлена из средств массовой информации. Но у нас свое позиционирование, у Unitsky Stream Technologies свое позиционирование. Но единая цель, естественно, для того, чтобы монетизировалось направление Unitsky Stream Technologies в логике применения в построенных коммерческих проектах. Это, естественно, такая общая цель. Но общая цель подобная подразумевается у всех инвесторов и у всех компаний, которые ранее в подобное направление инвестировали. То есть любой венчурный проект, он имеет такую объединяющую цель. Но конкретные ценные конечные продукты у Unitsky Stream Technologies и у SkyWorld Community абсолютно разные. Абсолютно разные орг структуры, абсолютно разные отделы и абсолютно разные инструменты достижения результатов формирования своего конечного продукта. У нас, конечно же, ценный конечный продукт – это закрытие финансирования 15 этапов, которые предполагались по бизнес-плану. И чтобы инвесторам были выплачены прибыли в инвестициях, в логике дивидендов, либо возможности продажи активов на публичном рынке. То есть это у нас конечный продукт, как у SkyWorld Community. Также я хотел бы сказать, дорогие друзья, что, несмотря на то, что, и я в этом предупреждал, несмотря на то, что после фурора вьетнамцев Анатолий Эдуардович, я думаю, очень сильно зарядился энергетикой. Вот этот слайд я оставлю, потому что он, конечно, просто божественный. То есть это действительно инвестируй, как говорится, с любовью. Но далее делегации продолжили посещать даже после окончания выставки Экспо-2020. И вы помните, что ранее были представители Руанды. И здесь во второй раз уже посетил посол Руанды, Арабские Эмираты. И также он присоединил к себе делегацию генерального директора по развитию Руанды и члена кабинета министров страны. То есть это тоже высшие правительственные переговоры абсолютно. И здесь я могу привести такую аналогию, пример. Я это вижу посеместно в криптовалютах сейчас. Какие страны утверждают, например, биткоин в качестве платежного средства? И где начинается движение? Это Латинская Америка, это Сальвадор, это в Гондурасе сейчас идут процессы. То есть это такие вот, казалось бы, небольшие страны, но они понимают, что они удалены от мировых логистических путей. У них ограничено, к примеру, применение и развитие каких-то отраслей промышленности. Соответственно, ограничен потенциальный рост экономики. Поэтому именно на инновации, именно на новые направления подобные страны делают огромный пор в развитии. Поэтому Руанда, как страна, которая входит в первую десятку стран Африки по уровням образования, здравоохранения, качества государственного управления, посещает во второй раз. И здесь я могу сказать, что многое остается за кулисами. Ну, еще раз я вам повторюсь, статус – это член Кабинета Министров Страны. И Анатолий Эдуардович тут тоже, повторюсь, обсуждает лично, потому что есть другие представители группы компании. Это, например, Олег Зарецкий, CEO UseCoverry, маркетинговой компании, представленные в Арабских Эмиратах для маркетингового продвижения и продажи проектов по всему миру. Он абсолютно компетентен делать презентацию до того уровня, когда необходимо уже присутствие Анатолия Эдуардовича. Присутствие Анатолия Эдуардовича всегда происходит только на высших правительственных уровнях, либо когда есть максимальная конкретика уже по применению будущих коммерческих проектов. Я думаю, что вы заметили, как представитель Кабинета Министров Руанды, в принципе, делает жест открытой воли. И фактически делает вид, что держит тропический подвижной состав. Здесь тоже, естественно, это воля человека таким образом фотографироваться, либо по-другому. Но это показывает настрой. Каждый человек, который разбирается в психологии, понимает, что Руанда максимально заинтересована сейчас в применении и реализации технологий Unisky Stream Technologies. И давайте проанализируем немножко, что сейчас происходит в мире. Почему Руанда делает упор на это? После определенных событий, которые произошли в феврале этого года, произошло влияние на абсолютно все сферы. Возможно, мир ожидает серьезная недостача продуктов питания, так как основными поставщиками зерна являются Китай, Украина, Россия на мир, зерна, пшеницы. И посевная еще не началась. Наблюдается рост цен на газ, на нефть. И все это говорит о том, что необходимо находить другие сферы, которые в будущем смогли бы, возможно, не сразу произвести бурный рост экономики какой-либо страны, но заложить именно перспективу на будущее. И как раз-таки подобные страны рассматривают перспективы на будущее Unisky Stream Technologies. Я предполагаю, что инвестирование на это найдется. Так же, как находилось инвестирование на строительство дорог, на восстановление экономики после Второй мировой войны. И сейчас, в постковидное время, хотя новости появляются до сих пор, я могу сказать уже на свой взгляд, то есть это уже не тот разгар пандемии. И дай бог, чтобы пандемия заканчивалась. Но даже несмотря на то, что пандемия произошла, никакие кризисы не смогли сломить развитие струнных технологий Анатолия Эдуардовича-Юницкого. Как и прочитал в одном из чатов, неоднократно Анатолий Эдуардович говорил, что только супер-форс-мажорные обстоятельства могут остановить развитие проекта. И сколько форс-мажорных обстоятельств действительно мы встречали за историю развития. Просто форс-мажор на форс-мажоре. И проект продолжает свое развитие. Я думаю, что мы обязательно к дню рождения Анатолия Эдуардовича услышим его высказывания по дорожной карте уже непосредственно. И SkyStreet Technologies. И это будет вектором развития нашим на будущее, как SkyWorld Community. С нетерпением ожидаем предстоящих новостей. По традиции, Анатолий Эдуардович радует либо своим взглядом на жизнь, философией мышления. Потому что, конечно же, мир, эко-мира – это не только инженерия. И не только гениальные решения производственно-конструкторские, либо дизайнерские, либо вообще околокосмические решения исследования и освоения ближнего космоса. Но и эта философия жизни и идеология. Неоднократно я останавливался на этом в своих вебинарах. Я не буду сейчас говорить про то, что, в принципе, даже четвертая линия, она строится и все продолжается. И не буду говорить про то, что если бы Unisky Stream Technologies не были бы интересны парку Шаржи при Американском университете, кстати, на минуточку, то, естественно, это бы все прикрыли. Все во власти, абсолютно, руководство парка Шаржи. Но делается ставка, делается упор именно на Unisky Stream Technologies. И тут я могу сказать, что вообще все готовится для триумфального шествия будущего транспортно-инфраструктурных комплексов Unisky Stream Technologies по миру. И даже такое направление, как электронные паспорта, на которые сейчас впоследствии планируют перейти весь мир, и Unisky Stream Technologies, как международная инженерная компания, занимающаяся разработкой внедрением инновационных экологически чистых, безопасных транспортных систем второго уровня, может стать, действительно, одной из первых компаний, которые внедряют подобные решения, подобные тренды еще до запуска на массовое коммерческое применение. Естественно, сейчас есть уже существующие проблемы, недостатки в бумажных паспортах. То есть это специализированные бланки должны быть строгой отчетности, специальные процедуры их согласования, работы с ними, специальные базы данных, специальные IT-оболочки. Все это поддается износу, нужно менять, теряется, естественно. Ограниченная емкость, то есть на бумажный паспорт невозможно внести всю информацию, и более того, информация не может поддаваться изменению, иначе переписывать, переиздавать нужно будет этот паспорт. Ну и, естественно, криминальный аспект, это фальсификация, подделки. Не без этого абсолютно. И на транспортные инфраструктурные комплексы, в логике системы управления в транспортном комплексе, то есть это частично была представлена система диспетчеризации в центре Шаржи, в центре Шаржи Unisky Stream Technologies. И здесь, за этими диаграммами, за этими действительно уже проработанными решениями, что изделие о себе содержит информацию, как эксплуатация, техобслуживание, ремонт, модернизация, сопровождение, выводы, эксплуатация, утилизация. То есть фактически это, знаете, вот как в фильмах из будущего, смотришь на такую вот голограмму, и там все в реальном времени меняется. То есть, естественно, на бумажном паспорте этого невозможно достичь, это можно достичь только с помощью специальных функциональных возможностей, кибернетических моделей. Сплошь и рядом подобные инновации используются уже в Unisky Stream Technologies, например, Досал, 3D Systems, это цифровой двойник будущего подвижного состава, который вначале проектируют в логике дополненной реальности и виртуальной реальности. Все это стыкует и конструирует именно пока что в виртуальном пространстве, только потом идет все на чистовую. И, естественно, цифровые электронные паспорта должны содержать всю информацию обо всех объектах транспортно-инфраструктурного комплекса. Это депо, это станция, это опоры, это рельсо-струнная путевая структура, это стрелочные переводы, это круги, различные поворотные участки, это система связи, это система автоматизированного управления, это система энергоноснабжения, добавлю от себя система мобильной коммуникации, то есть мобильной связи, система перемещения данных через оптоволокно, естественно, транспортные средства, узлы, комплектующие. И вот здесь вспомните, как вы звоните по устройству мобильного телефона, задумываетесь ли вы, как это функционирует. Примерно так же будет функционировать цифровой электронный паспорт транспортного комплекса и транспортных средств. Мы видели неоднократно скриншоты, и на видео можно было видеть отрезки специально сделанной операционной системы внутри одной из станций в Шарже. То есть это действительно уникальная разработка, сделанная под ключ, чисто для Unisky Stream Technologies. И здесь электронный паспорт транспортного комплекса транспортных средств тоже сделан с нуля. Но название транспорта можно поменять. Это именно электронный транспортный паспорт, идентификационный номер, как винт на автомобильных, как категория транспорта, тип подвижного состава, дата изготовления, модель транспортного средства, комплектация, потому что даже у Unibike есть разная комплектация. Он может быть с багажом, он может быть двухместным, он может быть двухместный спортивный, он может быть с адаптацией для людей с ограниченными возможностями, он может быть одноместный с лежащим, например, креслом. И все это нужно вносить в электронный паспорт. Ну и, естественно, нужно четко понимать, что здесь будет освещен весь процесс эксплуатации технического обслуживания транспортного средства и объекта любого транспортно-инфраструктурного комплекса. Как предполагает компания, это, естественно, все должно быть в логике современных трендов, работать на основе системы блокчейн, для того, чтобы это невозможно было взломать и фальсифицировать. И я скажу, что эта подготовка именно к массовому захвату рынка создается своя система электронных паспортов для того, чтобы уже при строительстве подвижных составов, строительстве коммерческих адресных проектов все было учтено. И каждый объект, каждый узел, каждая часть транспортно-инфраструктурного комплекса либо транспортного подвижного состава, оно имело свою идентификацию, свои параметры, которые обновлялись бы в реальном времени. Я не исключаю, что головная компания будет сотрудничать с ведущими блокчейн-стартапами по защите данных именно на основе системы блокчейн. Потому что, конечно же, подобные данные необходимо хранить в секрете. И только службы, которые будут принимать данный паспорт для постановки на учет, будут этим пользоваться. Ну и, естественно, при купле, продаже. Наверняка тоже. Давайте пофантазируем. Если создаются электронные паспорта, это тоже будет осуществляться. Но без всякой бумажной волокиты максимально быстро, дистанцированно и с такой же скоростью, которую подвижные составы Unisky Stream Technologies в будущем будут развивать. Напишите от 1 до 10, как вам мой взгляд на эту новость. То есть многие восприняли, что-то научное разработали и разместили в журнале. Но на самом деле это инновация. И сейчас на электронные паспорта стремятся перейти и желают перейти многие и многие компании. Но не все имеют возможность это сделать, потому что это миллиардные затраты. Это полностью перестроить всю систему учета. Здесь в логике стартапа, ну я не знаю, насколько вообще нужно прорабатывать все моменты, чтобы даже это учитывать. Потому что можно было в прошлой логике просто подстроиться под бумажную систему паспортов и разработать стандарты. Но даже здесь абсолютно инженерное, изящное решение именно в плане даже юзер-интерфейса, пользовательского интерфейса. посмотрите на эту картинку. Это действительно выглядит очень просто, как будто игра для ребенка. Соответственно, очень быстро можно будет считывать данные, которые будут обновляться в реальном времени. Я могу сказать, что все больше и больше именно инноваций в логике IT-индустрии охватывает Unisky String Technologies. Если это было показано также в средствах массовой информации, специализированных, то наверняка это было уже запатентовано. Поэтому об этом нужно говорить. Дорогие друзья, в принципе, на этом у меня все, на этот вебинар. Я не тот человек, который будет высасывать из пальца какие-то новости и готов ответить на парочку ваших вопросов из YouTube, из чата. И будем прощаться. Коллеги, вопросы? Так, я посмотрю в YouTube. Хейтеры у нас тут, конечно, есть. Кстати, дорогие друзья, о хейте. Будет специальная проработка, мы очень много на это внимания выделяем, именно с хейтом. И вы будете приятно удивлены на одном из модулей, как у человека сформировать правильное мнение, как у уже участника проекта, который в глуби находится. Такое мнение будет сформировано даже у новичка. Мы очень сильно постараемся. Так, ну, я отвечаю даже, на самые каверзные вопросы. Вот вопрос у Виктора, не знаю, хейтер, не хейтер. Вопрос главному лидогенератору вселенной, что с нашими токенами SVG и что делает с платформой по токенам. А также, почему упорно об этом все молчат. Об этом упорно все не говорят, потому что информация сейчас готовится в логике, в первую очередь, security, токен-оферинг направления. То есть, это жестко зарегулированная сфера, поэтому каждое неправильно произнесенное слово здесь может быть расценено как нарушение. И Unisky Stream Technologies четко это понимает, будет выдавать информацию модернизированную, улучшенную белую бумагу уже по логике завершения. Но я не все нюансы знаю, вижу только некоторые части, вижу, что процесс идет. Что касается SVG токена, это представьте, как вы бы купили к примеру контракт на билеты, какую-то партию билетов в проекте, который будет строиться через 3-5 лет. Вот примерно с этим я бы сравнивал. Ну, если будет направление запущенное к примеру по геймдеву, то есть я просто из головы беру. В теории это может произойти именно геймификация, NFT токены, это может как-то быть синхронизировано с SVG токеном, но сейчас делается упор именно в логике будущих коммерческих проектов. И будьте уверены, на самом деле там сумма инвестиций была совершенно минимальная, если компания пожелает вернуть эти средства, пожелает она вернуть, если вдруг окажется понимание, что невозможно в этом направлении двигаться, в чем я очень сомневаюсь, то она совершит этот возврат, как-то компенсирует временной лаг владения этими токенами, но сейчас этими токенами пользоваться нельзя, то есть тот, кто приобрел их, я рекомендую расценивать именно как такой фьючерс контракт на будущие билеты, будущие жетоны применения внутри коммерческого адресного проекта, поэтому таким образом, я лично еще раз напоминаю, и на вебинарах открыто говорил, эти токены не приобретал, потому что есть у меня определенные знакомства и определенные уважения внутри некоторых экспертов блокчейн индустрии, поэтому я бы просто не корректно бы ответил на вопрос, зачем я приобрел эти токены, я их буду приобретать уже до запуска адресного проекта, когда уже будет понятно, что будет запущен адресный проект с применением этих токенов, но я не знаю, правильный я выбор сделал или нет, естественно, когда все делается заранее, задолго до реализации конкретного направления, часто человек оказывается выигрыш, но не всегда, это венчур, то есть SVG это такой вот венчурный, венчурное было предложение со стороны Unisky Stream Technologies и здесь вопрос доверия реализации либо нереализации подобных решений, но я думаю, что головная компания Unisky Stream Technologies absolutely все в будущем сделает, чтобы все были удовлетворены решением в этом области. Коллеги, еще вопросы? Когда YouTube стухнет, где вас смотреть? На Vimeo, плюс мы рассматриваем другие площадки, помимо YouTube и в Telegram также есть возможности прямых трансляций, пожалуйста, не волнуйтесь и обязательно мы подстроимся, если вдруг YouTube стукнет, чтобы все имели возможность получить информацию. Коллеги, еще вопросы? Еще я хотел бы вам сказать, что подобный вебинар, как сегодня проводил какую-то квинтестенцию проведенных вебинаров, может быть, один-два вебинара моих проведенных будет формировать в логике объединения мой бизнес и стен Леонид и он будет проводить это на английском языке, то есть такой будет расширенный большой вебинар, следите, пожалуйста, за анонсами, за расписанием, обязательно повестим вас на всех инфоресурсах, социальных сетях SkyWalt Community. Владимир Маслов на прошлом вебинаре сказал, что решается вопрос обратного выкупа тем, кому за 75 выкуп был именно им, может, пора вознаградить тем, кто пришел в самом начале постоянно поддерживает компанию. Нет у меня информации по поводу этого, но обратные выкупы не исключено, что в этом году будут. Но точной информации у меня нет, вы знаете мой стиль донесения информации, поэтому на этот вопрос мой ответ таков. Коллеги, еще вопросы? Если вопросов нет, так, считается ли наша площадка SWC партнером UST. Здесь я могу привести такой пример, вот сейчас даже не поленюсь, открою в реальном времени сайт, Skystream Technologies, о нас, если спуститься назад, то написано SWII Incorporated, то есть Skyworld Community, если кликнуть, то вы переходите на ссылку Skyway Dot Capital, это одна из крупнейших GreenTech венчурных компаний по привлечению инвестиций. То есть, да, партнер Unisky Stream Technologies, но в логике привлечения инвестиций. То есть, абсолютно является официальным партнером, но юридически мы никак не связаны. Мы являемся партнерами так же, как первые ранние инвесторы являются партнерами для тех стартапов, которые уже реализовались. Apple, Google, Facebook. У всех были инвесторы, как юридические лица, так и частные физические лица. Вот мы как юридическое лицо, примерно таким же партнером являемся. Но инвесторы на тот момент абсолютно не были связаны с компанией и не влияли на ее развитие. Благодарю вас за внимание. Мы создаем будущее финансируемого SkyWorld Community. Всем счастливо, с вами Алексей Сухарев.